Сегодня 1 июня 2022 года. Вот как у меня сейчас выглядит тепличка с ее населением. Нинжиры бреба, гранаты потихонечку распускаются. Перенес я сюда псидиум кетли прибрежный. Это вот азимина. Нинжир маленький. Пальма самосев финиковая сюда переехала. Фихуа правда не очень как-то идет. Молодые росточки маленькие. И хотел еще показать вот как выглядит хурма. Вот эта хурма была в теплице примерно с 1 мая. А вот эта стояла на улице. Это один и тот же сорт. Вот какая разница. Все-таки толка от теплицы какой-то есть. Вот это другая хурма. Да, это тоже хурма. Здесь вот два гинка попали вместе. Это другой сорт. Но они еще маленькие. Да, вот забыл показать, чтобы было понятнее. Вот 1 июня 2022 года. Вот так выглядит виноград. Ужас, конечно. В это время он должен быть раза в три, если не в четыре уже больше. Это сорт Вэльянд. Достаточно морозоустойчивый. Но в этом году все очень и очень сильно запаздывает. Так, и хочу еще, кстати, показать вот насчет датчика. Это там второй температурный датчик, когда я теплицу показывал. Вот он там находится внутри этих труб. Примерно это на середине горизонтальной трубы. Вот там видно в трубах конденсат выпадает. Ну, я думаю, при продувке, при определенных колебаниях влажности, он должен оттуда уходить. Пока так. Да, еще раз говорю, что при 27-28 градусах включать особого смысла нет. Теплица достаточно сильно охлаждается. Сегодня пасмурный день. Ну, вот если было бы солнышко, ну, еще бы более-менее. Но вот в пасмурный день вентилятор, конечно, включать не нужно. Кто не смотрел предыдущее видео, поясню. Вот этот вентилятор затягивает горячий воздух из-под конька теплицы. И вот по трубе опускает под землю. И через четыре вот таких воздуховода по углам теплицы, охлаждающийся в земле воздух, выходит наружу. А тепло таким образом запасается в земле для сглаживания температурных колебаний ночью. Как все это работает, у меня есть отдельное видео. Также есть отдельное видео, как я все это делал. Кому интересно, посмотрите, поищите на моем канале. Все это здесь есть.